Нынешний год в нашем районе, как и во всем крае, особенный. Он проходит под знаком юбилейного празднования 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И поэтому в центре нашего внимания все, что связано с памятью о доблести и героизме солдат Победы. Смотрите репортаж из станицы Анастасиевской. Поэт сказал, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот в такие времена сороковые пороховые наши деды и прадеды по зову сердца и по призыву Родины одевали солдатские шинели и вставали в строй, чтобы защитить отчизну от неприятеля. Сколько же их солдат и офицеров, которые проявили мужество и отвагу в боях за освобождение нашей страны. Одно из славных имен это герой Советского Союза Иван Кузьмич Половец, уроженец станицы Анастасиевской. В 25-й средней школе, семь классов которой закончил герой, решили увековечить его память, открыв мемориальную доску. Этому событию была посвящена торжественная линейка. К ребятам обратились и директор школы, и приглашенные почетные гости, еще раз напомнив о нестареющих истинах, связанных со святой памятью о том, какой ценой было завоевано счастье. Говорили и об Иване Кузьмиче Половце. Ему было поручено руководить 42-м гвардейским полком, и это он выполнил с честью. За проявленный героизм, отвагу и мужественное годы Великой Отечественной войны в 1944 году Половцу Ивану Кузьмичу было присвоено самое высокое звание того времени Героя Советского Союза. Я думаю, что педагоги школы, учащиеся школы справятся с заданием бороться за право присвоения школе имени этого героя. После минуты молчания, когда все собравшиеся почтили память павших, мемориальная доска была открыта директором школы Натальей Дербинянц и начальником управления образования Олегом Сентищевым. Затем состоялось возложение цветов. Теперь светлое имя Героя Советского Союза будет еще крепче связано с его родной школой и станицей. Народ, который не помнит свои истории и не чтит своих героев, не имеет будущего. Это нужно не героям, это нужно нам, особенно в школе для воспитания подрастающего поколения. Пускай знают, кто учился в их школе. Это будет пример для того, чтобы достойно жить на нашей земле, быть патриотами и гражданами своей страны. Три четверти века прошло со времени освобождения Кубани, но память о подвиге живет в юных сердцах. Мы чтим память наших героев и Иван Кузьмич – это человек, на которого действительно стоит равняться. Он был учеником этой школы, а я – выпускница. И всем нам нужно стараться быть похожими на него. Жизнь продолжается. Учащиеся школы стараются быть достойными памяти своего героя-земляка, добиваясь хороших результатов в учебе и общественной работе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Игорь Ванчуков, программа «События»